Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сёстры, мир вам! Сегодня мы с вами вновь окунёмся в исследование Священного Писания. Наша тема называется «Чтобы понять правильно написанное в Писании, нужно увидеть всё, а не часть». Всё, о чём мы с вами читаем в Писании, произошло на Земле не просто так, вот как бы само собой или случайно. Вот в это верят безрассудные эволюционисты, которых на Земле остаётся всё меньше и меньше, и недалёк тот день, когда они вымрут, как мамонты. Каждое событие на Земле обязательно связано с волей Всевышнего и Его безграничной властью. Сразу внесу ясность, а то некоторые люди накладывают свой смысл на такое понятие, как воля Всевышнего. Под волей Творца подразумевается исполнение в жизни творения законов, которые Творец положил в бытие своего творения, а не его действия, лишающие творения свободы выбора. Ну вот, например, Бог положил в бытие своего творения закон окисления. Вот в химии это называется реакция окисления. И процесс горения является одной из разновидностей этой реакции, этого закона. В результате этой реакции окисления, то есть горения, меняется химический состав веществ, участвующих в этом процессе. Вот, допустим, дерево после сгорания становится пеплом, и при горении выделяется тепло, то есть энергия. Это очень важный процесс для существования творения. Благодаря этому процессу мы греемся, готовим пищу, движется почти вся техника, в которой сгорает топливо, вырабатывается свет на теплостанциях. То есть люди активно пользуются этим законом окисления, положенным Богом по его воле в бытие своего творения. Именно поэтому этот закон и существует, потому что в этом есть воля Всевышнего. Без Творца ничего существовать не может. Ни творения, ни законов, положенных Творцом бытие творения. Этот закон Творца, как и все другие, незыблем и беспристрастен. То есть огню все равно, что в нем сгорит. Просто дрова или дорогая картина, деньги, ценная книга, даже Писание может сгореть. Или даже люди, причем хорошие, верующие люди. Чтобы в огне горело то, что должно гореть в соответствии с Писанием, Бог дал людям разум. И они, понимая, что есть такая реакция окисления, то есть горения, которую не обойти. Она есть, она положена в бытие творения. Это закон, данный свыше. И чтобы не случилось беды, люди должны с огнем проявлять осторожность. Существуют противопожарные системы, обработки горючих материалов, чтобы тени горели. На худой конец пожарные службы, которые уже борются с самим пожаром, с самим огнем. То есть очень важно понять, что все, что Бог положил в бытие своего творения, все законы — это Его воля. Иначе бы этих законов не было, но они есть. И это говорит о том, что в этом Его воля. И человек должен согласовывать свою жизнь с этими законами Бога, то есть с Его волей о творении. Иначе будет беда. И законы Творца, данные Богом, своему творению, на благо, будут злом для творения. То есть Всевышний со своими незыблемыми законами будет против своего творения, нарушающего эти законы. То есть я думаю, вы понимаете, в чём идёт речь. То есть Бог дал нам законы, по этим законам должен развиваться мир. Бог по своей воле дал эти законы. Эти законы незыблемы. И если творение идёт против этих законов, то тогда эти законы больно бьют по творению, потому что за этими законами стоит Бог. То есть и в наказании стоит Бог, и Его воля в наказании творения. И вот как пример. Если же и после сего не послушаете Меня, и пойдёте против Меня, то и Я в ярости пойду против вас, и накажу вас всеми разогрехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Левит 26 глава, с 27 по 29 стих. То есть мы видим, что сам Бог говорит, Я пойду против вас, и вы будете есть плоть детей своих. В чём здесь суть Божьей воли? И как этот творец пойдёт против своего творения, и они сами будут съедать своих детей? Естественно, Всевышний не заберёт сознание у людей, не сделает их зомби, как это представляют фантасты, и люди, как бы не понимая, что делают, будут съедать своих детей по воле Всевышнего. Конечно же нет, не об этом идёт речь. Творец создал человека, зависимым от пищи. И если люди отвернутся от Творца, то они попадут в такие обстоятельства, при которых голод вынудит их есть своих детей. Мы понимаем, что за голодом, за потребностью в пище стоит Творец. Но если Творение идёт против Творца и лишится благословений пищи, которую даёт Творец, то тогда голод, это естественные законы, заложенные Творцом в Творение, вынудит людей или вынудит Творение, есть своих детей. И это было неоднократно в жизни отступившего от Бога Израиля. После того собрал Винодат, царь сирийский, всё войско своё и выступил, осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили её. Так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра. И четвёртая часть каба голубиного помёта, то есть мы видим, что и ослиную челюсть, и голубиный помёт люди ели, мерзость, которая вообще запрещена в пищу Богом, каба голубиного помёта, часть продавалась по пяти сиклей серебра. И однажды царь Израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, «Помоги, господин мой царь!» И сказал он, «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе?» Сгумно ли, сточило ли? То есть он с иронией отвечал, потому что понятно, что голод, и чем кто кому мог помочь. Царь не был в состоянии помочь. И сказал ей, «Царь, что тебе?» И сказала она, «Эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его». Четвёртая книга, царь, 6 глава, 24 по 29 стихи. То есть, идя против Бога и нарушая Его волю, в данном случае мы читаем об отступившем в Северном Царстве, столице которого была в Самарии. То есть, идя против Бога и нарушая Его волю, законы, данные Всевышним для благотворения, по Божьей воле эти законы были даны, люди становятся против Творца, и эти законы тогда начинают действовать против творения. И вот Бог, стоящий за своими законами и хранящий их нерушимость, по Своей воле наказывает Своё творение. Вот почему всё и доброе, и худое во Вселенной происходит только по воле Всевышнего. Ибо при послушании Творцу Он по Своей воле благословляет Своё творение. А при нарушении творениям законов Творца Всевышний по Своей же воле наказывает виновное творение. Вот как Всевышний об этом сказал Моисей. «Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» То есть исход 4 глава, 11 стих. Здесь чётко видно «зрячий и слепой». То есть, как мы говорим сегодня, «хорошо и плохо». Говорящий и немой, и глухой, слышащий и не слышащий, разговаривающий и неразговаривающий, хорошо и плохо, добро и зло. И Господь тут говорит, не я ли это делаю? И естественно, ответ подразумевается, что это Он делает, потому что в контексте, если мы смотрим, то как раз эта же мысль и прослеживается, что Я, Господь, стою за всем этим. Нарисованная картина, если её правильно обработать и хранить в соответствии с законами Божьими, положенными в бытие творения, будет существовать тысячи лет. Но если её бросить в огонь, то она погибнет, какой бы она красивой и дорогой ни была. Бог, как Верховный Владыка, стоит над всеми своими законами. И когда Он считает нужным, по Своей воле, Он вмешивается в бытие человека. То есть, если что-то происходит не так, как хочется Творцу, не по Его воле, Он вмешивается в бытие человека и даже отменяет действия своих законов, положенных им в бытие творения. И вот тогда совершается то, что у людей называется чудом. Брошенные в огонь люди не сгорают. Вспоминайте юноша из книги пророка Даниила. «Упавший в воду топор всплывает», вспоминайте Дни Елисея. «Больные мгновенно исцеляются, мёртвые воскресают» и ещё много тому примеров на страницах Писания. То есть, что мы видим? Мы видим, что есть определённые законы, которые Господь дал для бытия Своего творения. Люди должны жить в соответствии с этими законами. Эти законы, либо, если они соблюдаются, являются благословением для творения, если они нарушаются, то тогда они бьют больно по творению. И если Господь желает по Своей воле вмешаться и отменить Свои законы, Он это делает. Но если Он этого не делает, значит в этом Его воля. То есть, иными словами, мы видим, что юноши в печи не сгорели. Но мы знаем много примеров из истории христианства даже, когда верные Богу люди погибали и сгорали. Взять хотя бы Янгуса. То есть, и мы понимаем, что Бог мог отменить действие этого огня. Мы понимаем, что Бог мог этого не допустить. Но если Он это допустил и не вмешался, значит в этом была Его воля. В том, что Господь освободил юноши из печи, чудесным образом мы видим, что Он стоит над законами, над всеми принципами. Это говорит о том, что Он действует по Своей воле, как хочешь. Либо позволяет законам проявляться в жизни творения, которое законно Он положил в бытие творения, либо Он идёт вопреки этих законов и отменяет их действия. Он действует по Своей воле. И если в какой-то определённый момент происходит нечто, и Бог не отменяет Свои законы, значит в этом Его воля. Всё происходит только по воле Всевышнего. Если Он не отменил действия своих законов, не совершил чуда, то значит то, что происходит, происходит по Его воле в соответствии с Его законами. Помимо физических законов, положенных Богом по Его воле в бытие творения, есть ещё и духовные законы, которые также положены Богом в бытие Своего творения. Было бы правильно сказать, что Бог первично положил духовные законы в бытие творения, а физические законы являются лишь только отражением или следствием вот этих духовных законов. И вот наглядные примеры вот этих духовных законов мы наблюдаем как раз-то в физическом мире. То есть не наоборот, не значит, что в физическом мире что-то существует, и мы потом из физического мира выводим духовный закон. Ни в коем случае, наоборот, есть духовный принцип, духовный закон, а мы в физическом мире находим лишь только иллюстрацию, отражение этого духовного закона. Ну вот допустим, свет и тьма. Это различные понятия, две непримиримые стороны. Если убрать свет, то наступает тьма. Если приходит свет, то он рассеивает тьму. Мы этот закон постоянно наблюдаем вокруг себя в физическом мире. Но это лишь только иллюстрация духовного закона, который неизменен и постоянен и существует изначально. То есть мы должны понимать с вами, что в физическом мире мы имеем только лишь иллюстрацию духовного мира. Ну вот, как пример, есть живые существа, которые очень хорошо видят во тьме, но им некомфортно на свету. Вот допустим, совы. Кроты вообще обитают в основном под землёй в темноте, и глаза у них служат для того, чтобы когда крот вот выползает на поверхность и начинает видеть свет, реагирует на это, то он реагирует на это с помощью глаз, вот как бы видит, что свет, и он тогда реагирует для того, чтобы обезопасить себя и вернуться обратно в тьму. Там ему безопаснее и комфортнее. Вот для чего ему нужны, собственно говоря, глаза. Христос, говоря о духовных вещах, сказал, свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идёт к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Иоанна 3 глава, с 19 по 21 стих. То есть вы видите, есть духовный закон, и мы, его отражение, и иллюстрацию этого духовного закона, понятие света и тьмы, стремление к свету, или наоборот, избегает человек света, мы эти иллюстрации видим в физическом мире. Духовный закон, противостояние света и тьмы, отражение которого мы наблюдаем в физическом мире, в полной мере являет себя в духовном мире. И это Всевышним положенные принципы. И важно понять первичность духовных законов и вторичность физических законов. Вот это очень важно понять, что духовные законы, они первичны. На них стоит мир, на них базируется всё творение, на них базируется управление Всевышним всей Вселенной. А уже то, что мы глазами своими видим физические какие-то вещи, какие-то проявления, какие-то иллюстрации, то это уже вторично, это уже как бы следствие духовных законов. В основании Вселенной Творцом положены прежде всего духовные законы бытия. А физические законы — это лишь их наглядное отражение, но ни в коем случае не наоборот. И поэтому, читая Писание, особенно где Всевышний нам открывает себя, нам нужно понимать, что Он открывает нам прежде всего свою духовную сторону, а уже потом с физические способности. Вот мы читаем в Писании «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю всё это». Исайя 45, глава 7 стих. Вот если мы читаем поверхностно этот текст и не понимаем, что духовное первично, а физическое вторично, то можно как бы подумать, что здесь речь идёт о том, что вот Бог творит физический свет, творит физическую тьму, и как бы об этом идёт речь. А уже потом Он говорит о мире, о бедствиях и так далее. Но на самом деле здесь первая и вторая части этого предложения – это параллели. Параллелизм, который часто используется в Писании, где одна часть усиливается второй частью, и одна часть проясняет вторую часть. То есть в данном случае что мы видим? Мы видим, что мир и бедствие, о котором говорится во второй части, это и есть свет и тьма. То есть Всевышний говорит нам, что и за тем, и за другим стоит Его власть и воля. То есть имеется в виду не свет физический, а в данном случае это мир, подразумевается добро, ну всё то, что мы понимаем в духовном смысле под словом свет. А уже тьма в данном случае подразумевается бедствия, войны и так далее. И вот Господь говорит, что и за тем, и за другим стоит Его власть, стоит Его воля. Я образую свет, Я творю тьму, Я делаю мир, Я произвожу бедствие, Я, Господь, делаю всё это. Не подумайте, что нет дьявола. Конечно же, он есть. Но важно понимать, что дьявол не творец. Он ничего сам сотворить не может. И у него нет абсолютной власти над творением, какая есть у Творца. Дьявол не может отменить законы Творца, которые Творец положил в бытие Творения. Дьявол не может постановить свои собственные законы для Творения, чтобы Творение жило, по ними развивалось. Он не способен, не имеет он этой власти и силы. Он творение, он не Творец. Поэтому деятельность дьявола может находиться только в рамках тех законов и тех принципов, которые положил уже Всевышний в существование своего Творения. Но вот, грубо говоря, дьявол может убить человека, но он не может его создать. И убить он человека может только используя уже те законы, что уже положены Всевышним в бытие Творения. То есть те законы, те принципы, которые могут привести к смерти Творения. Но дьявол ничего и никогда не может сотворить сам от себя. Он может сжечь человека, потому что есть законы горения, окисления, как мы говорили. Он может утопить человека, потому что человек не может без воздуха. Он может застрелить и так далее. Но во всех этих делах он действует только в рамках уже тех законов и тех принципов, что уже положены Творцом в бытие Творения. Физический закон, химический закон, а как мы уже говорили, эти все законы являются ничем иным, как только отражением или иллюстрацией духовных законов. То есть дьявол может и погубить для вечности человека. Но кого он может погубить? Он может погубить только того, кто отказался от спасения Божьего. А кто не отказался, на теме дьявол бессилен. Получается, что вечная жизнь и смерть также происходят по определению Всевышнего, по Его Святой Воле. Как он определил, кто по каким принципам должен быть спасен, кто будет спасен, кто не будет спасен, кто будет соблюдать принципы, будет спасен, кто не будет, тот не будет. То есть опять же здесь воля Всевышнего, а не усмотрение дьявола или желание дьявола. В духовную жизнь Богом положен закон о том, что невозможно служить двум господам. Как это наглядно отражено в физическом мире, в котором человек не может одновременно идти в две противоположные стороны. Ну вот попробуйте пойти одновременно и вперед, и назад. Попробуйте пойти одновременно вправо и влево. Это невозможно. То есть в физическом мире мы видим наглядное отражение или иллюстрацию духовного принципа, который гласит, что невозможно служить двум господам. Еще одним духовным законом, который имеет наглядное отражение в физическом мире, является закон, который мы как раз сегодня и рассмотрим. Это закон мера за меру. Этот закон озвучен апостолом Павлом в послании к Галатам. Он озвучен так. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. То есть иными словами, что мы видим? Человек что-то сеет, то есть это какая-то мера его, и потом за эту меру он получает свою меру. Что посеет человек, то он и пожнет. Вот незыблемость этого духовного закона мы постоянно наблюдаем отраженным в физическом мире. Ну вот, допустим, невозможно посеять пшеницу и собрать кукурузу. Вырастет, естественно, то, что посеяно. Как мы отмечали уже с вами выше, физический мир, он вторичен. Он лишь только отражает собой первичный духовный мир, главный мир. В духовном мире определён Богом этот закон, причины и следствия, то есть принцип сияния и жатвы. Вот посмотрите, в каком контексте привёл апостол Павел свои слова вот эти, в каком контексте он сказал. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посеет человек, то и пожнёт. И заметьте, он говорит о духовном мире, сеющий в плоть свою, от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух, от духа пожнёт жизнь вечную. Галатам 6 глава, 7-8 стих. Итак, я думаю, что мы с вами уже убедились в том, что Творец со своей волей стоит над всем творением. Всё творение рождается, живёт, существует, развивается, гибнет в конце концов, умирает. Всё это происходит в соответствии с волей Творца. в соответствии с тем или иным законом, положенным Творцом в бытие своего творения. Посмотрите, как об этом сказано в Писании. «Не две ли малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не упадёт на землю без воли Отца вашего». То есть, вот смерть птицы, она немыслима без воли Отца Небесного. А в чём воля Творца выражается? В определённых законах. Если какой-то закон, допустим, срабатывает в жизни Творения, он может сработать как закон к смерти. Ну вот, допустим, останавливается сердце, допустим, у человека. От чего оно становилось? Есть какая-то причина физическая, какой-то сбой произошёл, нарушение какого-то принципа или какого-то закона, который Бог положил в основании бытия Своего Творения. И если этот закон нарушился, сработал принцип этого закона, он проявил себя, этот закон, и как результат мы видим смерть. «Ты сотворил всё», написано в Писании, «всё по твоей воле существует». Здесь очень глубокие слова. «По твоей воле всё существует». И живёт по воле Творца, и умирает по воле Творца. Всё по Его воле, по Его принципам и по Его законам». Откровение 4 глава, 11 стих. То есть, вот мы читаем в Писании о том, что произошло, допустим, то или иное событие. И вот читая об этом событии, мы должны понимать, что это событие не является случайностью. Оно не является как бы лотереей. Но что случилось, то случилось. И что вот за этим нет никакого принципа. Вот ни в коем случае мы не должны так понимать, читая Священное Писание. Произошедшее событие, оно стало возможным благодаря действию тех или иных духовных законов Творца, которые Он положил в бытие Своего Творения, о чём мы уже говорили с вами выше. То есть, всё описанное в Писании, все описанные в Писании события, да и всё, что вообще происходило и происходит во всей Вселенной, включая и события на нашей Земле, это не просто так. Это результат исполнения того или иного духовного закона Божьего, положенного им в бытие Своего Творения. То есть, когда люди нарушают данный им Богом закон, тогда в их жизни срабатывает другой Божий закон, закон возмездия за непослушание Творцу. И вот задача исследователя Писания понять, исполнение какого духовного принципа или какого духовного закона стоит за тем или иным событием, описанным в Священном Писании. Поняв, какой духовный принцип стоит за тем или иным событием, мы поймём и само событие в правильном свете «Мы обретём через наставление Всевышнего Его небесную мудрость, чтобы уже в своей жизни поступать в соответствии с законами Творца, дабы иметь Его благословение, а не пожинать проклятие». Иногда в Писании прямо говорится, почему произошло то или иное событие. То есть, никаких нету секретов, никаких, можно сказать, трудностей для понимания. Прямо показана причинно-следственная связь. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от неё во все дни жизни твоей». Бытие, 3 глава, 17 стих. Что мы видим? «За то, что ты послушался голоса жены, вот за это произошло то-то и то-то». Или вот ещё. «Я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твоё, как звёзды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твоё городами врагов твоих и благословятся в семени твоём все народы за то, что ты послушался голоса моего». Бытие, 22 глава, 17-18 стих. То есть, «За послушание Богу я благословляю, сделаю то-то и то-то». Или ещё пример. «Но на раба моего халева за то, что в нём был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует её». Чисел 14 глава, 24 стих. То, что мы видим, здесь всё чётко и ясно видно. «За то, что было то-то и то-то, будет то-то и то-то». Но не всегда в Писании вот так вот прямо, можно сказать, так вот разжёвано нам, сказано, за что или почему произошло то, что произошло. Подавляющее число событий, описанных в Писании, не сопровождаются словами пояснения. «За то, что ты сделал то-то и то-то, тебе будет то-то и то-то». Это не всегда так бывает. Даже я скажу, что это очень редко в Писании есть. Но это не значит, что только там, где есть вот эти слова, там мы можем найти закон причины и следствия. А где этих слов нету, то там значит всё либо случайно происходит, либо нету законы причины и следствия, нету меры за меру. Ни в коем случае. Вот в задачу искреннего исследователя Писания входит выяснить, почему, в связи с чем произошло то или иное событие, описанное в Писании. Какой сработал в данном случае духовный принцип, закон? Понимание причин и следственной связи даст мудрость исследователю Писания докопаться до самой сути того или иного события и увидеть во всём справедливую руку Бога. А уже это, в свою очередь, позволит верующему человеку духовно возрастать в совершенстве характера, приводя свою жизнь в соответствие с Божьими принципами, положенными им в бытие своего творения. То есть нетрудно понять, когда мы понимаем Божий закон и его требования, его принципы управления Вселенной, мы тогда можем с ним сотрудничать. Ведь Всевышний учит нас, наставляя нас через своё Писание, причём через всё своё Писание. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Заметьте, поучайся в Божьем Слове, чтобы в точности исполнять всё, что в Слове этом написано, то есть понимать принципы, описанные в Писании. И тогда ты будешь успешен, тогда твои действия будут благоразумными. Всё Писание Бога Духновенное, оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофей 3 глава 16-17 стих. «Вникай в себя и в учении занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, то есть вникая и в себя и в учение, понимая принципы, которые Бог тебе даёт, и ища ответы в своей душе, какое твое отношение к этим принципам и как тебе всё-таки иметь правильное отношение к этим принципам, то есть ты постоянно будешь этим заниматься, то так поступая, ты из себя спасёшь и слушающих тебя». 1 Тимофей 4 глава 16 стих. Итак, давайте в наших сегодняшних размышлениях в подтверждение вышесказанному вникнем в Писание. Мы рассмотрим одно из событий, написанных в нём, с целью найти духовный закон, принцип, положенный Богом в бытие своего творения, который проявился вот в том событии, что мы с вами сейчас исследуем. Ибо не разобравшись и не видя всей картины, очень многие верующие, к сожалению, делают неверный вывод из прочитанного в Писании и записывают виновных в наказании в невиновные. И наоборот даже бывает, когда невиновные или не столь сильно виновные, их делают очень виновными, а так не должно быть. Это искажённое понимание Писания. Итак, семья Иакова. Она расположилась около языческого города Сихем. В одной из наших проповедей про обеты, я думаю, вы помните, мы уже касались темы, почему Иакова постигла наказание у города Сихем. Но картина была бы неполной, если не посмотреть и на вторую сторону этого конфликта. Ибо и вторая сторона, она тоже нарушила Божьи законы, за что тоже была справедливо наказана. Соединяя всё воедино, мы получаем целостную картину происходящего в свете Божьей истины. То есть часто бывают верующие, вот извлекли из истории библейской какой-то вывод для себя, увидели, допустим, ага, вот Иаков нарушил обет, его постигло наказание, всё понятно, всё, им кажется, что эта история уже исчерпана. Друзья мои, не торопитесь выводами, потому что эта история может иметь ещё одну грань, которую надо рассмотреть внимательно. Итак, Иаков застомом нет, покупает землю сыновей Эмора, главы этого города и располагается вблизи этого города Сихем. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришёл в город Сихем, который в земле Ханаанска и расположился пред городом, говорит Писание, «И купил часть поля, на котором раскинул шатёр свой у сынов и Мора отца Сихемова за сто монет и поставил там жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева». Бытие, 33 глава, с 18 по 20 стих. Мы уже об этом говорили в одной из проповедей. Восемь лет Иаков со всей своей большой семьёй, и слугами, и стадами жил в этом месте. У нас Писание, конечно, не даёт возможности, это надо вычислять через детей Иакова, что это было восемь лет, мы уже это изучали с вами. Писание не даёт нам даты каждого события, и нам иногда, вот читая Писание, кажется, вот он только пришёл, там чуть ли не посидел пару минут, встал уже, пошёл в другое место, там уже сделал следующее, следующее, а за этим стоят года. И только потом, спустя 5-10 глав, мы находим, что уже Иакову там 140 лет, и он уже умирает. Вы что думаете, что это все 140 лет это вместились вот в этих несколько событий? Пошёл, пришёл, ушёл, и это не были года, это года были. Восемь лет Иаков со всей своей большой семьёй, и слугами, и стадами жил в этом месте, жил перед городом Сихем. Семья Иакова была многочисленной. У него были огромные стада, слуги, особая религия, отличающаяся от местной языческой. Иаков заявил о себе в городе Сихем с самого начала, с самого начала своего появления, когда он покупал для своих целей землю, сыновей и мора. То есть они увидели, пришёл человек, заплатил деньги, купил участок, находится пред городом и так далее. Конечно же, за это время жители Сихема в той или иной степени, за эти 8 лет, узнали об Иакове, его семье и его религии. Иаков поставил жертвенник возле города, и он открыто поклонялся живому Богу, он не скрывал это. Сихемцы были их соседями, а семья Иакова были соседями сихемцем. И кроме них, ближе к Сихему в данный момент никого не было, они жили прямо перед городом. Города тогда были небольшими. Об этом свидетельстве мы находим даже в том, что два сына Иакова, Симеон и Левий вдвоём за короткое время сумели убить всё мужское население города, разграбить город, пленить всех женщин и детей, как написано в Писании. Это говорит о том, что города были небольшие. Два сына, Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, смело напали на город, целый, умертвили весь мужской пол, самого Имора Сихема, сына убили мечом, разграбили город за то, что он обесчестил их сестру. Они взяли мелкий и крупный скот, их ослов, их что было в городе, всё, что было в поле, всё богатство их, всех детей, их жёны взяли в плен и разграбили всё, что было в домах. Бытие, 34 глава, с 25 по 29 стих. Итак, мы имеем следующую картину. Небольшой городок, по сегодняшним, мы бы сказали меркам, Сихем, это, наверное, по нынешним меркам, это деревня всё-таки была, небольшая деревня, около которой селится большая семья с большим состоянием, большими стадами и отличающаяся от местной религии, необычной какой-то религии. За 8 лет, в той или иной степени, что семья Иакова жила пред Сихемом, жители Сихема познакомили всё-таки с семьёй Иакова, не может быть, что 8 лет и никому не было интересно, кто там и что там, это просто чисто даже человеческое любопытство, общение и так далее. Они немножко знали семью Иакова. Чего вот не скажешь о семье Иакова, вот по отношению к жителям Сихема. Ибо мы читаем, что через 8 лет пребывания семьи Иакова в этой местности, посмотрите, что сказано, Дина, дочь Лии, которая она родила Иакову, вышла посмотреть, и это слово означает увидеть и узнать дочерей земли той, посмотреть на дочерей земли той. Бытие 3, 4 глава, первый стих. То есть 8 лет они жили здесь, и только спустя 8 лет Дина, дочь Лии, решила выйти и посмотреть, чтобы узнать, как живут и как выглядят, может быть, дочери земли той. То есть это была первая попытка Дины за 8 лет познакомиться с местными девушками, что говорит о том, что не было у неё контактов с ними до сего момента. И что же происходит в результате вот этой попытки Дины, дочери человека, чья семья служит Богу живому, то есть Иакова, познакомиться поближе с молодёжью язычников на их территории. Вот что же происходит, когда дочь верующего человека, которая служит живому Богу, решила познакомиться поближе с молодёжью язычников на их территории. Пока она была в доме отца, пока она была на своей территории, она была в безопасности. Я заостряю на этом ваше внимание о знакомстве молодого верующего человека, молодой девушки с молодёжью язычников на их территории, что говорит нам Священное Писание. «И увидел её Сихем, сын Эмора, Эвиянина, князя земли той, взял, и вот это слово имеет такой оттенок, смысл забирать, завладевать, захватывать, то есть понятно, что это не было там, типа, девушка, пойдёмте в кафе, я вас угощу мороженым и так далее, то есть это не было добровольно, а именно насилие было, то есть физическая сила была применена, он захватил её, завладел ею, и спал с нею, сделал ей насилие». Вот это слово насилие, оно имеет такой вот оттенок перевода «угнетать, покорять, смирять, уничижать, изнасиловать, обесчестить». Бытие 34 глава, второй стих. В Таре об этом сказано так. «И увидел её Шхем, сын Хамор, Хевея, вождя той страны, взял её, лёг с нею и насиловал её». Это Тара. Сегодня мы можем наблюдать на наших глазах, как вот её называют звёздная молодёжь. Да, вот дети местных князьков, представители фирм, менеджеров богатых, там, депутатов, ещё кого-нибудь, ну, в общем, богатей, они позволяют себе что хотят. Они позволяют себе что хотят на дорогах, они сбивают людей насмерть, они убегают от полиции, и они остаются безнаказанными. Почему? Потому что это звёздная молодёжь, потому что их родители знатные, богатые люди. Это не проблема сегодняшнего дня. Похоже, что это проблема древняя, давняя. Сихем, сын Мора, правителя города Сихем, сына правителя зовут как город, он решил, что ему можно то, чего нельзя другим. Он хватает силой молодую, беззащитную девушку, молоденькую девушку, гостью этого города, девушку из семьи Якова, их соседей, которые восемь лет живут рядом с ними, не сделали им никакого зла и бессовестным образом насилует её вопреки её воле. Может, конечно, у язычников это и принято, хотя я скажу, что и у них в то время подобное поведение тоже не приветствовалось. Всё-таки считалось нормальным даже для язычников сначала всё-таки пожениться. И призвал фараон, вот мы как пример считаем, Авраама и сказал, что ты это сделал со мной, для чего ты не сказал мне, что она жена твоя, для чего ты не сказал, а сказал мне, что она сестра моя, и я взял было её себе в жену. То есть мы видим даже фараон, человек неограниченной власти, язычник, который мог бы, как бы, можно сказать, пальцем указать, ты будешь моей и всё, но он тоже, говорит, я хотел взять её себе в жену, а уже потом какие-то отношения иметь. А здесь Ихем, сын Эмора, как-то поступает вообще даже не так, как язычников было это принято. То есть Ихем, сын правителя города, поступил очень плохо, даже по меркам язычников. Более того, совершив насилие, идя свататься к семье Якова, он даже не кается. Он не просит прощения за сделанное им. Мы не находим в Священном Писании ни одного слова покаяния. Он даже не отпускает домой Дину и братья Дины, только напав на город, смогли освободить свою сестру. Что говорит о том, что он решил, что всё равно будет по его желанию, что бы ни сказал Яков и его семья. И самого Эмора, сказано в Писании, Ихема, сына его убили мечом и взяли Дину из дома Ихемова и вышли. Вы посмотрите, только когда они вернули себе свою сестру обещающую. Бытие 34 глава, 26 стих. То есть перед нами человек, даже по местным обычаям, совершающий преступления, но при этом не признающий свою ошибку и продолжающий дальше гнуть свою линию. Вот она, звёздная молодёжь в древности. Мой папа правитель города. Зачем ему это нужно было? Зачем ему нужно было тогда согласие Якова? Ведь он сын князя этого города. Дина у него в доме. Ну подумаешь, Яков, кто такой Яков? Он человек странной религии, тихий, мирный. Что он, со своей семьёй против нашего города пойдёт? Да, конечно, не пойдёт. Почему же тогда Сихем вдруг захотел пойти и сосвататься, и всё-таки получить согласие Якова после того, как он совершил день и насилия? И вот ответ нам на этот вопрос открывается дальше в Писании, в том, что он и его отец обещали жителям города Сихем взамен на обрезание. Посмотрите внимательно, что они говорят. Не для нас ли стада их, то есть стада Якова, его семьи, и имение их, и весь скот их? Бытие 3, 4 глава, 23 стих. То есть дети Эмора, правители города, среди которых был и его сын Сихем, уже получили каждую свою часть денег от Якова при покупке им участка земли. Когда мы читаем, «И купил часть или участок поля, на котором раскинул шатёр свой Яков, у сынов Эмора, у сынов Эмора ни у одного отца Сихемова за 100 монет». Бытие 33, 19. То есть заметьте, что Яков купил всего часть поля для того, чтобы поставить свой шатёр для жилья и купил за немалую цену 100 монет. Сихем, сын Эмора, понимал прекрасно, да и видел сам, что Яков зажиточный человек. Даже в Месопотамии, в большом городе Лавана, Яков считался очень богатым, а что уж говорить здесь, в Ханаане, у ворот небольшого города Сихем. Мы вспомним, что о Якове сказано в Месопотамии, в большом городе. И сделался этот человек, то есть Яков весьма, весьма, чрезвычайно, безмерно, очень богатым. И было у него множество мелкого скота, рабынь, рабов, верблюдов и ослов. Бытие 30, глава 43 стих. И вот понимая, что Яков очень богат, Сихем преследовал цель через родство с Яковом, будьте очень внимательны, завладеть богатством семьи Якова. И вот в этом его стремлении и желании поддерживал его отец, его Эмор, правитель этого города. А Дина была лишь поводом к осуществлению этой цели. И пришел Эмор, и Сихем, сын его, к воротам города сего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, не для нас ли стада их, и имени их, и весь скот их. Бытие 34, глава, с 20 по 23 стих. Друзья мои, когда кто-то, кого-то вовлекает в какое-то дело, то для достижения желаемого нужно обозначить общую цель и ожидаемый результат. Так происходит вовлечение в общее дело. Писание говорит, сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся, если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, и вот, заметьте, общая цель, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы нашей добычей, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад у нас будет у всех один и так далее. Притча 1 глава с 10 по 14 стих. То есть, что происходит? Если кто-то кого-то вовлекает в какое-то дело, то для достижения желаемого нужно обозначить общую цель и ожидаемый результат. Вот они приходят и говорят, не для нас ли стада их, имение их и весь скот их. Подобное сделала сатана в Эдеме. Вот, когда он искушал наших прародителей, он поднял восстание на небе против Бога, пожелав стать Богом, как сказано, «Оговорил в сердце своем, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исайя 14 глава 13-14 стих. И вот эти свои цели и свои планы он открывает Еве, а через нее Адаму желая сделать их своими соучастниками. Вот этого желания уподобится Богу. «И сказал змей жене, знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Но у нас это некрасиво, конечно, неправильно переведено, Бытие 3 глава 4-5 стих. А вот в Таре хорошо сказано, «И сказал змей жене, но знает всесильный, что когда поедите от него, откроются глаза ваши, и вы станете подобно всесильному». И вот Сихем и его отец Эмор ввязывают жителей города в свои желания. Они вовлекают их в соучастники, их цели обогатиться за счет семьи Якова. То, что им нужна была не столько Дина, сколько вся семья Якова, точнее, богатство этой семьи, видно из их слов сватовства. Вот посмотрите внимательно между строк, что мы читаем. И Мор стал говорить им и сказал, «Сихем, сын мой, прилепился душой к дочери вашей». Сначала красивая такая шапка, вступление, красивая одежда, как встречаем по одежке, но провожать-то по уму надо. И вот он говорит, «Прилепился к дочери вашей, дайте ее жену ему и породнитесь с нами». И вот идет дальше, «Отдавайте за нас дочерей ваших, наших дочерей берите себе, живите с нами. И вот земля сия пред вами, живите, промышляйте на ней, приобретайте ее во владение». Бытие 3, 4 глава с 8 по 10 стих. То есть, посмотрите, что мы видим здесь. Им нужна была не просто Дина, точнее вообще не столько Дина, а именно сама семья Иакова. Им нужна была эта трудолюбивая семья, их трудолюбие. Их слова в истинном смысле на самом деле звучат так, «Вы роднитесь с нами, давайте мы своих дочерей вашим сыновьям, ваших дочерей нашим сыновьям, вы роднитесь с нами, трудитесь, у вас это хорошо получается, у вас хорошие стада, у вас трудолюбие, у вас все нормально, и будете своим трудом через родство с нами нас содержать. Завладевайте этой землей, приобретайте во владение, промышляйте, работайте и так далее. Через родство с нами вы будете нас содержать». Вот какой дальновидный план, Конечно же, Иакова и его семье они прямо как бы об этом не сказали, ибо те бы не согласились на такое предложение. Но вот своим жителям города Сихем они сказали правду, то, что у них на сердце, чтобы сделать их соучастниками своей цели. И пришел Эмор и Сихем, сын его, к воротам города своего и стали говорить жителям города сего и сказали, «Не для нас ли стада их и имение их и весь скот их?» Бытие 3, 4 глава, 20-23 стих. И вот тут у жителей Сихема, как и у Адама с Евой, в свое время, когда Сатана их искушал, был выбор стать или не стать соучастниками тех, кто втягивал их в свои гнусные планы. Этот выбор всегда есть у каждого человека. В какое бы дело человека не втягивали, как бы его не обольщали, или даже силой склоняли бы к чему-нибудь, без личного согласия человека, ничего не получится, никуда никого не втянешь. Вот потому в Писании говорится о том, что каждый человек на суде Божьем будет нести персональную ответственность перед Богом за себя лично, за свои дела, за свои поступки и так далее. И воздаяние будет каждому индивидуальное за его дела. Потому что без согласия человека невозможно ничего сделать. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Римлянам 14-12 «Сегриду скорой и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22-я глава 12-й стих. Из Писания мы знаем, что Адам с Евой пали. Они согласились поддержать сатану в его восстании против Бога и пожали в свете неизменных законов Бога наказание. Это изгнание из Эдема, муки, тяжелый труд, смерть. Мы все это с вами знаем и не только знаем со слов из личного опыта, из личной жизни и окружающего того, что мы наблюдаем вокруг себя. Жители Сихема также пожелали стать участниками своего обогащения за счет имущества семьи Иакова. Мы читаем в Священном Писании Бытие 34-я глава с 20-го по 24-й стихи «Пришли и мор и Сихем и сын его к воротам города своего и стали говорить жителям города своего и сказали «Не для нас ли стадаях и мених и весь скот их?» И послушались Эмора и Сихема сына его все выходящие из ворот города сего его и обрезан был весь мужской пол все выходящие из ворот города его. И вот своим поступком жители Сихема они стали соучастниками нечестивого замысла своего правителя Эмора и его сына Сихема а именно они пожелали обогатиться имуществом и скотом семьи Иакова ведь собственно говоря на что они клюнули что им с этой свадьбой их дети не брали себе дочерей Иакова их дети не выдавали замуж за сыновей Иакова своих детей то есть никакого родства собственно говоря с Иаковом не было зачем они обрезались ради чего они этого делали они это делали ради обогащения желания обогатиться за счет семьи Иакова они пожелали обогатиться имуществом и скотом семьи Иакова вот застрите на этом свое внимание а теперь посмотрим внимательно на действия другой стороны этого конфликта на семью Иакова сыновья Иакова приходят домой с поля усталые после работы и узнают что их сестру обесчестили да еще и держат ее пленницей в городе и вот в такой ситуации предлагают свататься но вот что делать в такой ситуации это не просто сватовство когда невеста сидит в своем доме родительском ее честь не запятнана и к ней сватается человек чести и семья невесты свободно выбирать отдавать ее или нет нет здесь совсем другая ситуация здесь все не так Дина обесчещена уже они с ней не видятся они не общаются с ней она в плену в чужом городе и к ним приходит насильник их сестры да еще и с отцом своим правителем города и вроде бы сватается но это сватовство учитывая ситуацию это не свободное сватовство это в некоторой степени выламывание рук Дины то рядом с ними нет как ей помочь как узнать что с ней и правду ли говорит насильник и его отец согласиться на Вена ну Вена это та оплата которую жених отдает за невесту согласиться на Вена которую он предлагает дать за Дину это значит принять его условия даже не зная всего что с Диной и согласна ли она на этот брак идти войной на город это бессмысленно потому что это приведет к большим жертвам в семье Иакова и Дину можно при этом не освободить еще и положить к пучу детей и в этой казалось бы безвыходной ситуации братьям Дины приходит на ум идея и сказали они им не можем этого сделать то есть породниться с вами выдать сестру нашу за человека который не обрезан ибо это бесчестно для нас только на том условии мы согласимся с вами если вы будете как мы чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан и будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей и будем жить с вами и составим один народ а если не послушайтесь нас в том чтобы обрезаться то мы возьмем дочь нашу и удалимся Бтие 3 4 глава 14 по 17 стих если бы если бы сыновья Якова были закоренелыми воинами и допустим провели в своей жизни много битв то можно было бы конечно ожидать атаковых военной стратегии что вот они это все продумали там как бы это военный план хитрость и так далее чтобы истребить весь город друзья мои но они пастухи они не воины это же надо учитывать они не воины и если кто-то думает что вот они так решили ни за что взять просто убить весь город и вы думаете что это так вот все просто взять так вот и пойти весь город убить людей которые ничего им плохого не сделали то вы ошибаетесь если вот так вы думаете что это вот так вот все просто так вот решили схитрить для массового истребления убийства друзья мои они прекрасно понимали что их сестру не все мужское население города бесчестило а только один человек – Сихем, сын Эмора. Остальные-то люди ни при чём. И сыновья Якова это прекрасно понимают. Поэтому у братьев Дины, когда говорится об их лукавстве, вот это очень важно понять, потому что многие считают, что лукавство в том, что они захотели вырезать весь город, и потому предложили такой план. Но здесь в данном случае не об этом идёт речь. У братьев Дины, когда говорится об их лукавстве, речь идёт не о том, что они лукавили для того, чтобы вырезать весь город, включая невиновных в изнасиловании их сестры. А их лукавство заключалось в том, что они решили поставить перед сватающимися невыполнимые условия в виде договора. Да, вы не ослышались. Они хотели поставить перед сватающимися невыполнимые условия в виде договора. Договор – это то, что трепетно ценилось во все времена среди народов. И свято исполнялось. Условия договора были таковы, вот если всё мужское население города обрежется, тогда мы даём добро на сватовство. А если нет, то вы не соблюли условия договора, вы отдаёте нам Дину, которая сейчас у вас находится, и мы уходим. Кстати, это ещё одно свидетельство тому, что они желали освободить Дину. Почему и говорили эту речь, и вот этот договор хотели составить, в котором было лукавство. Сейчас вы поймёте, в чём было лукавство. Они хотели поставить невыполнимые условия для Сихемы и его отца Эмора. Они хотели освободить Дину, и на тот момент её не было с ними. Ибо если бы она была дома, они могли бы с ней уйти. Но она не была с ними. Вот смотрите, что говорит Писание. «Если не послушайтесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмём дочь нашу и удалимся. Если бы она была с ними, они бы удалились». Бытие 34, глава 14, 17 стих. А уже 34, глава 26 стих говорит о том, что когда Эмора и Сихема, сыновья Якова, убивали, то взяли Дину из дома Сихемовой и вышли. Вот она была там. То есть они хотели освободить свою сестру. Братья Дины рассуждали так. Ну вот допустим, Сихем, допустим, он любит Дину. Допустим. Он сможет обрезаться ради Дины. Ну если говорить, что любит, конечно. Хотя я скажу, что это отдельная тема. Является ли то, что сделал Сихем с Диной, любовью в свете Писания? Священное Писание это не называет любовью. Это называется насилием. Ну вот допустим, отец Сихема и вся их семья может быть из родственных чувств и пусть тоже согласится с требованием обрезаться. Ну возможно, да, и это могут они сделать. Но вот жители Сихема не пойдут на это. Должны ли они на это пойти? Ну вот представьте себе, ну какая им от этого, собственно говоря, польза? Ну пусть отец Сихема и правитель города, но разве это является поводом к тому, чтобы всех обязать обрезаться ради желания сына Сихема, правителя города, жениться? Ну вы представьте себе такую ситуацию, просто смоделируйте её. Допустим, сын мэра Москвы решил жениться на еврейке. Ему поставили условие обрезать всё мужское население Москвы, да, или может быть России. Это что теперь? Все на ура воспримут это предложение, потому что ему захотелось жениться, да? Да я вообще-то сомневаюсь. Конечно, правда, сейчас модно делать всё добровольно, принудительно. Вот допустим, не уколешься вакциной, не будет у тебя социальных пособий, будешь сидеть дома, не устроишься на работу, станешь недочеловеком, вторым сортом каким-то. Конечно, так можно поступить и с обрезанием. Сказать, вот допустим, не обрежешься, будешь недочеловеком, вторым сортом, не получишь пособия, пенсию не получишь, будешь сидеть дома, не устроишься на работу, тебя в транспорт общественный не пустим и так далее. Конечно, можно такие условия поставить, но всё же заметьте, что даже несмотря на все посулы сегодня, подкупы в вакцинации не все люди спешат сегодня у колодца и забыться также я уверен что не все побегут тут же обрезаться потому что у какого-то правителя сын захотел жениться на так вот сыновья иакова думали что если речь идет только о женитьбе схема то жители схема не согласятся на обрезание а соответственно раз поставлено такое условие и это договор который свято ценится то значит договор будет схемом не соблюден и это даст им право забрать свою сестру и уйти то есть вызволить ее из беды уйти вот в чем собственно говоря было лукавство не в том чтобы истребить весь город а в том чтобы поставить как бы невыполнимые условия перед схемом и когда он не выполнить эти условия уже теперь на правах того что он не соблюл договор тут уже и жители схема могут стать на сторону не правителя своего а на сторону иакова потому что договор это вещь серьезная и в принципе тогда можно забрать дину уйти подальше от насильника и невиновные жители схема не пострадает но если жители города схем согласятся на обрезание а у них как бы никакого интереса к этой свадьбе нету собственно говоря ну то есть какие у них бонусы я же говорю не их дети берут себе в жены или мужья сыновей или дочерей иакова они язычники не знающие бога живого поэтому если они сделают это обрезание то значит тогда они сделают его не ради великой религиозной цели потому что они не богу живому и служили и за восемь лет никто не пришел семью иакова с целью покаяться и стать верующим человеком до служить живому богу а значит сделают они это ради низменной земной корысть которую они дети иакова уловили в словах сихема и мора когда они говорили о том что семья иакова породнила с ними и тогда пусть вы работаете тут осваиваете это все трудитесь а мы будем за счет родства жить с вами да вы будете на нас работать вот и если тогда жители сихема покупаются на корость которую они уловили в словах сихема и мора то тогда вот за эту корость они будут достойны самого сурового наказания как и насильник сихем и покрывающий оправдывающего насилия отец и мор достоин наказания и жители сихема которых поддерживает в этом тоже достойны наказания и вот обратите внимание что как мы говорили выше закон причины и следствия он включает в себя два понятия это условие которое выражается словом если вот если будет то-то и то-то и воздаяние которое отражается в слове то вернее то что после этого слова идет то тогда будет то-то и то-то то есть если произойдет то-то и то-то то будет тогда то-то и то-то если сихем не выполнит условия и жители города честные люди не имеющие корыстных желаний откажутся от обрезания, то тогда братья Дина заберут Дину и уйдут. А если жители Сихема не лучше своего правителя и его сынка-насильника и имеют свои корыстные интересы, то тогда они будут сурово наказаны. Якова в своих планах Симеон и Левий не сказали, ибо они знали, что отец их, будучи мягким, уступчивым и не воинствующим во всех отношениях, и он другой человек был совсем, что особенно видно, когда он убегал от гнева брата Исаава, он молчал, когда Лаванн десять раз менял условия договора об оплате труда Якова, он тоже терпел это всё. И поэтому, если посвятить отца свои планы, то он будет, естественно, против их намерения мести. Намерения мести. Даже за честь своей дочери. И вот за то, что Симеон и Левий скрыли от Иакова свои намерения, и за то, что их гнев на жителей Сихема, хотя даже жители Сихема и были виновны, но мера наказания за их вину превзошла вину жителей Сихема, и потому по закону мера за меру, теперь уже сыновей Иакова ждало наказания за то, что их месть превзошла ту меру, которая должна была за преступление быть дана жителем Сихема. И вот сказано, «Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их, совет их да не вниди душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа, разделю их в Якове и рассею их в Израиле». Бытие 49, глава с 5 по 7 стих. И вот здесь мы видим принцип, который нам надо понять. В этом действии Всевышнего нам открывается важнейший принцип. То есть, если даже Всевышний использует человека или народ какой-то, как своё орудие для наказания виновных, то наказание не должно превосходить меру их вины. Это как в любом суде. То есть, если человек совершил преступление, то наказание должно соответствовать этому преступлению. Ну, к примеру, если наказание затягивает на год, допустим, срок заключения, то нельзя за это наказание дать пожизненное заключение, потому что мера наказания превосходит меру вины. То есть, понимаете, о чём идёт речь? То есть, наказание должно соответствовать вине, а не превосходить её. Если тот, кого Всевышний использует как своё орудие, для наказания виновному превышает меру, определённую Творцом, то потом Творец по справедливости, знаете, что делает? Он уже тогда наказывает за вот это превышение полномочий, как мы сегодня бы сказали современным языком, он уже наказывает того, кого он избрал как своё орудие для наказания виновного. То есть, иными словами, вот эту разницу между истинной мерой наказания и наказанием с лихвой, который превосходит эту меру наказания, вот эту разницу в наказании Господь вернёт теперь тому, кто был избран его орудием для воздаяния виновным. И вот, как пример, Всевышний наказывал израильский народ за отступление. И орудием наказания был выбран Вавилон при Навуходоносоре. Вот мы читаем. «Но они, иудеи, издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошёл гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения. И Он навёл на них царя Халдейского. И Тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их. И не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласа. Всё предал Бог в руку Его». Второе параллель помянул, 36 глава, 16-17 стих. То есть, казалось бы, вот мы видим, что Навуходоносор – это орудие в руках Бога. Бог отдал всё в руки вавилонян, и они являются его орудием для наказания Израиля. Всё предал Бог в руку Его. Но позже мы читаем в Священном Писании о возврате бумеранга, если так можно выразиться. «Вавилоняне по своей жестокости приступили черту справедливого наказания евреев». То есть, они превзошли черту, приступили черту мера за меру, за что сами были потом наказаны по этому же принципу – мера за меру. И вот мы читаем об этом. «И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за всё то зло, какое они сделали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Как Вавилон повергал поражённых израильтян, так в Вавилоне будут повержены поражённые всей страны». Иеремия, 51 глава, 24, 49. То есть, заметьте, здесь тоже самый принцип. «Как ты сделал это, так будет и тебе. Если ты сделал то, то тебе будет то-то и то-то». Как? Так. Мера за меру. «Вавилон победил евреев, он пленил многих. И в вину вавилонянам Всевышний выставляет убийство пленных и жестокое обращение с ними». То есть, это не входило в планы Всевышнего. Да, наказание входило, да, пленение входило. Но чтобы убивать уже пленных и жестоко обращаться с ними, за это Творец уже накажет вавилонян за преступления, определенные Всевышним черты воздаяния виновным. И вот об этом очень важно помнить. Это особенно важно помнить тем, если так можно выразиться, горячим верующим, которые всё время рвутся кого-то обличать, кого-то наказывать за их грехи и преступления. Вот они всегда видят себя орудиями Бога в этом святом деле. Друзья мои, ну, во-первых, прежде чем совершать подобные действия, нужно иметь твёрдую уверенность и основание в том, что именно вас Бог избирает своим орудием для наказания виновных. Что это не ваша субъективная инициатива, а действительно воля Бога о вас. Ибо когда Израиль по своей вине был наказан Богом через вавилонян, то интересно, что и Думеи, потомки Исава, и филистимляне, давние враги Израиля, они решили, что «О, вот, пришло время, раз вавилоняне наказывают Израиль, то и мы избраны производить суд над евреями». И вот они стали мстить евреям с жестокостью не потому, что Бог их избрал, а по причине их давней вражды. И Всевышний, не оставил это без внимания, Всевышний за это уже наказал и Идумян, и филистимлян, и тех, и других. И вот мы читаем об этом в Писании. Так говорит Господь Бог. «За то, что Эдом жестоко мстил Дому Иудину, тяжко согрешил, совершая над ними мщение, зато, говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдом, и истреблю у него людей и скот, сделаю его пустыни от Фимана до Дедана, и падут все от меча, и совершу мщение моё над Эдомом, рукой народа моего Израиля, и они будут действовать, ведумея, по моему гневу и моему негодованию». То есть Бог как бы, видите, что говорит, за то, что они это сделали, а я их это не просил, сделали это из жестокого мщения своё, то тогда я своим орудием уже изберу Израиль, и они будут действовать уже ведумея по моему гневу, моему негодованию, узнают мщение моё, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог. «За то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением души на погибель по вечной неприязни, зато, так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян, истреблю кретян, уничтожу остаток их на берегу моря, совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнаю, что я Господь, когда совершу над ними мщение». Иезекииля 25, глава с 12 по 17 стих. То есть обратите внимание, что жестокая месть Эдома Израилю названа Всевышним тяжким грехом, за которым последует справедливое наказание, мера за меру. Как Эдом жестоко убивал евреев, так Всевышний позволит евреям убивать эдомлян, мера за меру. Справедливость восторжествует. И относительно действий филистимлян против евреев сказано, что не Всевышний дал филистимлянам право наказывать Израиль, а это их инициатива. И эта их инициатива проистекала, как сказано в тексте, по причине их презрения и вечной неприязни к евреям. То есть это их личная, внутренняя ненависть к евреям и неприязни. Вот как мы читаем в Писании, «За то, что филистимляне поступили мстительно, и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни». То есть месть филистимлян евреям была ничем иным, как их личной инициативой, проистекающей от их презрения к евреям и вечной неприязни к ним. Это не Божья воля, и не он их избирал к этому, потому он их и наказал. Поэтому вновь я напоминаю всем горячим верующим, горячим головам, что прежде чем совершать кому-то, по вашему мнению, справедливое, как вам кажется, наказание за вину, грех чей-то, убедитесь. Во-первых, убедитесь на все сто процентов, что Бог вас, именно вас избрал для этого, как своё орудие. И во-вторых, если Бог выбрал вас для этого, то тогда Он вам должен был и сказать, а какова справедливая мера наказания виновному. Ибо если вы превзойдёте Богом предусмотренную меру наказания, может быть, потому что у вас личная неприязнь кому-то, потому что обычно легко мы наказываем тех, кого мы не любим, и очень трудно наказываем, и даже не наказываем тех, кого любим, и особенно мы очень любим себя, и поэтому себе всё прощаем. И вот если мы превзойдём Богом предусмотренную меру наказания, то по незыблемому принципу Писания, мера за меру, Всевышний вернёт нам тогда на нашу голову всю разницу в наказании виновного, как это было с вавилонянами и евреями. А также, друзья мои, нужно помнить, что тогда такие люди, горячие головы, будут наказаны, как и домляне и ферестемляне, если они сами по своей инициативе возомнили себя орудием Всевышнего в восстановлении справедливости, когда Бог им этого не поручал. Но так говорит Писание. Это мучает Писание, это не я придумал, только что мы прочитали эти тексты. Будьте мудрыми, чуткими к проведению Бога, и ни в коем случае не становитесь тем, кем Он вас не поставил и не избрал. Итак, возвращаемся к воздаянию жителям Сихема. Как мы же уже знаем, жители Сихема, всё мужское население, купившись на обещание личного обогащения за счёт имущества и труда семьи Якова, обрезались. И это стало для Симеона и Левия знаком, что жители Сихема – это корыстные, испорченные люди. А значит, они достойны наказания, так как они ничем не лучше сына их правителя Эмора, насильника Сихема, и самого правителя. И тогда уже, когда они увидели, что это место всё такое испорченное, у них нет ничего святого на душе, а только корысть одна, и вот тогда сыновья Якова дали волю чувству мести. Чувству мести. Конечно, можно на месть по-разному смотреть, но вот если смотреть происхождение слова «месть» с иврита, то это слово означает «как встать». То есть, если человек не воздал по справедливости виновному, то он остался лежать от действий того, кто ему нанёс оскорбление. И вот тогда они отдали волю чувству мести. На третий день, когда они были в болезни, два сына Якова, Симеона и Левий, братья Дины, взяли каждый свой меч и смело напали на город, и умертвили весь мужской пол. И самого Ямора, и Сихема, и его сына убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Бытие 3, 4 глава, 25-26 стих. Заметьте, что здесь частично тоже проявил себя закон мера за мером. Вот вы сейчас увидите, как этот закон работает. И вот событие вроде бы как читаем просто как художественное повествование, но очень важно увидеть, что это не художественное повествование. Священное Писание – это не роман. Священное Писание – это серьёзная книга Божьих законов, Божьего поведения, общения с людьми, воспитания людей. Здесь очень важно увидеть в этих всех примерах, описанных в Священном Писании, принципы, которые положены в эти примеры. Понимаете? Очень важно нам это увидеть. И вот здесь частично проявил себя закон мера за мером. Вот как Сихем причинил злодине, Писание, возобладав своей силой над слабостью Дины, он сильный мужик, возобладал над слабостью слабой девушки, так он получил обратно это зло от братьев Дины, которые возобладали уже теперь своей силой над ним, когда он был в слабости. Мера за меру. Справедливость восторжествовала. Гнев Симеона и Левия не родился на пустом месте. Это была месть за поруганную честь сестры. Писание несколько раз говорит нам об их мотивации. Сыновья же Якова пришли с поля, когда услышали, то огорчились мужить ей, воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Якова, а так не надлежало делать. Бытие 34 глава, 7 стих. «И отвечали сыновья Якова сихе, моему отцу его с лукавством, говорили и так, потому что он обесчестил Дину, сестру их». То есть мы видим, что их действия были продиктованы тем, что они внутри пылали гневом за то, что он сделал с их сестрой. Они же сказали, а разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей? Бытие 34 глава, 31 стих. Друзья мои, очень важно нам понять этих людей, понять, что всё-таки, если бы вот так вот всё оставить на самотёк и никак не среагировать, то можно дать повод думать, что верующие это своего рода какие-то такие, знаете, как бы мальчики для битья, если так можно выразиться. Их можно оскорбить, их можно унизить, и у них можно забрать то, что им принадлежит, можно изнасиловать их детей, понимаете, надругаться над ними. Вот. И если позволить людям вот так вот поступать с верующими людьми, то это очень плохо может в конечном итоге закончиться. Это просто даст людям, окружающим повод думать, что верующие люди созданы для того, чтобы над ними просто издевались. не знаю, если кто-то считает, что это так, но это его право так думать, но всё-таки мы можем, по крайней мере, хоть что-то сделать для того, чтобы показать, что мы всё-таки тоже творение Божие, дети Божие, и у нас есть всё-таки тоже какая-то честь и совесть. И если уже, допустим, за себя, то ладно за себя, но если обидели ребёнка твоего или обидели твою сестру, беззащитного человека, то тут просто разводить руками и дать повод надсмехаться над этим и думать, что так можно всегда поступать. Если мы, как верующие люди, так думаем, то мне кажется, что всё-таки это неправильная позиция. Неправильная. Обратите также внимание, кто пожелал обогатиться за счёт имущества семьи Якова и их труда. «Хотело обогатиться мужское население, ведь обрезались мужчины и с ними говорили Эмор и Сихем, его сын. И пришли Эмор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города сего и сказали, не для нас ли стада их, и имени их, весь скот их. И послушались Эмор и Сихема, сын его, все выходящие из ворот города, и обрезан был весь мужской пол, все входящие из ворот города сего». Бытие 34 глава, 24 стих. Женщины в то время не сидели у ворот города, это очень важно понимать, они не принимали решения. У ворот города сидели мужчины, старейшины и так далее, входили, выходили. И заметьте, кого постигло возмездие смертью, а кого оно обошло. Это очень важно понять в связи с исполнением принципа мера за меру. На третий день, когда они были в болезни, кто? Мужское население, которое обрезалось, два сына Якова, Симеон и Леви, братья Дины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужской пол. И самого Ямора, и Сихема, сына его убили мечом. А вот всех детей их и жен их взяли в плен. Бытие 34 глава, 25 по 29 стих. Заметьте, что все мужчины, подзазарившиеся на богатство семьи Якова, были вместе с подстрекателями и морами, его сыном Сихемом убиты. А женщины и дети, не участвующие в этом сговоре, они остались жить. Они стали пленниками дома Якова. И хотя мы не имеем как бы этому доказательства из Писания, но все-таки, зная Якова и то, что он был возмущен, что его дети так сурово наказали город, и понимая, что пленные, жители этого города, дети и женщины, это пострадавшая сторона, зная его отношение к людям, какое было у Якова, и понимая, что женщины и дети остались без кормильцев, то велика вероятность, что пленные влились в общину Якова и со временем стали частью как бы его духовной семьи, частью народа Божьего. Велика вероятность этому. То есть те, кто вступил в завет обрезания из-за корысти, это мужское население, они все погибли. А те, кто пострадал от корысти, был принят в завет по милости Божьей. Вот это наглядный урок всем вступающим в завет Всевышним через крещение. Друзья мои, все те люди, которые заключают завет с Богом из-за какой-то корысти, они погибнут. А те, которые вступают в завет по милости Божьей, от сердца, искренне, они будут спасены и прощены, войдут в семью Божью. Интересно, вот как проявил себя здесь закон меры за меру. Вот что посеешь, что и пожнешь. Вот посмотрите, пожалуйста, еще на эти тексты. Я специально провожу так много параллелей, что вы заметили. И в том, что мужчины были убиты, а женщины помилованы, это тоже как бы справедливый закон. Кто на что позазорился, тот, кто и получил. Что Сихем возобладал над Диной своей силой, а потом над ним возобладали силой, тоже как бы справедливый закон сработал. А теперь посмотрите еще, как проявил себя здесь закон мера за меру. Или что посеешь, что и пожнешь. Вот посмотрите на эти тексты. «И пришел Эмор и Сихем, сын его, к воротам города своего и стали говорить жителям города сего и сказали, «Не для нас ли стада их и имених и весь скот их?» И послушались Эмора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города его». Бытие, 34 глава, 24 стихи. «Сыновья Иакова после того, как совершили месть, взяли мелкий крупный скот, ослов их и все, что было в городе, все, что было в поле, все богатство их». Бытие, 34 глава, с 27 по 29 стих. Опять мы видим здесь проявление принципа меру за меру. То, чем хотели поживиться жители Сихем от семьи Иакова, того они лишились сами. Вы видите? Не для нас ли их стада и все, и скот их, и все имущество их и так далее. Они говорят, «О, для нас!» И они купились на это. Стали соучастниками беззаконных поступков Сихемы и Мора. Но потом возвращается бумеранг назад, мера за меру, и написано, что забрали у них мелкий скот, крупный скот, который они хотели у Иакова приобрести для себя. Все, что было в городе, в поле, все богатство их. То есть, мы видим, что они лишились того, чего хотели лишить других или забрать у других. Опять же, мера за меру или справедливость восторжествовала. Писание предостерегает нас от несправедливых и неправедных поступков, чтобы не сработал, чтобы не сработал против нас неизыблемый закон справедливого возмездия. Друзья мои, прежде чем сделать что-либо неправильное, нужно всегда помнить закон мера за меру, что это все потом вернется тебе. Так еще может вернуться в несколько раз умноженное. Вот как это случилось с жителями Сихема. Они не отнимали жизнь у сыновей Иакова, а хотели только имущество их забрать, а потеряли имущество и жизнь свою. Священное Писание предостерегает нас от несправедливых поступков, чтобы не сработал против нас незыблемый закон справедливого возмездия. Кто роет яму, тот упадет в нее. И кто покатит вверх камень, тому он воротится. Притча 26, глава 27 стих. Праведник спасается от беды, а вместо него попадают в нее нечестивые. Притча 11, 8. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Притча 11, 21. Нечестивый уловляется грехами у своих, но праведник выйдет из беды. Притча 12, 13. Эти все тексты говорят нам об одном и том же, что есть возмездие, есть воздаяние, и праведник спасется, а нечестивый получит по делам своим. Насильник Сихем и его отец Имор были наказаны за насилие и коварство, умышляемое против семьи Иакова. Жители Сихема были наказаны за то, что стали соучастниками им, за их желание завладеть чужими имуществами и трудом. Они лишились и имущества своего, и жизни. Справедливый Божий принцип мера за меру, или что посеешь, что и пожнешь, был явлен в их жизни, как назидание всем, кто будет читать эту историю в Священном Писании. Но за то, что сыновья Иаков превзошли меру в наказании, то они потом также были наказаны Господом, потому что иначе и быть не может. Бог справедлив ко всем. Он не лицеприятен, Он не смотрит на лица. Дай нам Всевышней мудрости, чтобы нам знать и понимать все Твои принципы и законы, соблюдать их, чтобы в истинном свете видеть все написанное в Писании и возрастать от Писания, испытывая неземное счастье от того, что Ты понимаешь Всесильного и Всевышнего и понимаешь все его деяния и поступки верно. Аминь. Порой приходят Такие дни, Такие дни, Что и не знаешь, Когда же кончатся они. С глаз слезы льются, Печалит сердце лишь одно, Что мир греховный, И я увы с ним заодно. Когда в душе зима Хочется весны, Святое слово Открываю для души, Что тучи хмурые Настаяли, как дым, И мир мой снова стал Счастливым и святым. Когда боюсь я, Что мне не справиться С бедой, Угаснет вера И потеряю я покой. Нет, говорю я, Не победит меня беда, Тебе я предан, Мой Бог отныне, Навсегда. Когда в душе зима Хочется весны, Святое слово Открываю для души, Что тучи хмурые Настаяли, как дым, И мир мой снова стал Счастливым и святым. Мне непонятно Жить во грехе нам Для чего Он убивает И зло добьется Своего Есть путь спасения И Он открыт Всем во Христе И жизнь Вместо смерти Подарит Бог Тебе и мне Когда в душе зима Хочется весны, Святое слово Открываю для души, Что тучи хмурые Настаяли, как дым, И мир мой снова стал Счастливым и святым. Когда в душе зима Хочется весны, Святое слово Открываю для души, И замолкая Подружаюсь И пищу. Общение с Богом Это всё, что я хочу, Что я хочу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...